Баннеры появились на перекрестках проспекта Ленина и улицы Пражской, улиц Ткачево и Рокоссовского, Ткачево и Пархоменко, Умамаева Кургана, на площади Возрождения и других местах. Установят плакаты во всех районах Волгограда. Жители города-герои и туристы смогут больше узнать о значимых событиях в истории одного из главных сражений Второй мировой войны. Содержание баннеров будут менять по мере приближения к знаменательной дате Сталинградской победы 2 февраля. Приказ Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина, номер 227, от 28 июля 1942 года запрещал отход частей Красной армии с занимаемых позиций без распоряжения командования. По воспоминаниям фронтовиков, это был один из самых сильных документов Великой Отечественной войны по глубине эмоционального содержания. Бойцы назвали приказ «Ни шагу назад». Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот приказ значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. Предприятие «Сад Радости» производитель малых архитектурных форм стало вторым представителем индустриального сектора экономики Волгоградской области, участником новой программы пополнения оборотных средств. Размер займа под льготные 3% годовых на 24 месяца составил 15 миллионов рублей. Это позволит компании поддерживать производственную деятельность, сохранить рабочие места, продолжить реализацию инвестпроектов. По поручению губернатора Андрея Бочарова, в регионе действует комплексный план поддержки реального сектора экономики, в том числе до регионального фонда развития промышленности дополнительно выделены 300 миллионов рублей. До конца 2022 года районные медицинские учреждения планируют трудоустроить по госпрограмме 161 земского специалиста, 97 врачей и 64 сотрудника среднего звена. Присоединиться к программе «Земский доктор, земский фельдшер», которую реализует в рамках нацпроекта «Здравоохранение может каждый». Для этого необходимо закончить медицинский вуз или колледж. Для получения выплат необходимо проживать в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или в городе с населением менее 50 тысяч человек. Вопрос обеспечения медицинскими кадрами в Волгоградской области решают с помощью региональной программы целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием. Ее реализуют с 2016 года и она получила высокую оценку на федеральном уровне. За работой специалистов местные жители наблюдают с удовольствием. Раньше в непогоду двор превращался в грязное месиво, а при отрицательных температурах необустроенный склон без опоры становился настоящей полосой препятствий. Здесь выходит, что здесь лужа такая, ступеньки развалены, все развалены. Поддерживаю все, чтобы хорошо было. К благоустройству территории возле домов со 163 по 169 по проспекту Маршала Жукова специалисты приступили почти месяц назад. Уже до наступления холодов там заменят бордюры, уложат порядка двух с половиной тысяч квадратных метров нового асфальта, смонтируют линии наружного освещения, скамейки и лавки, обустроят парковочные места и подходы не только к подъездам, но и к близлежащим социальным объектам – школе и поликлинике. Ко временным неудобствам жильцы относятся с пониманием и идут рабочим навстречу. С соседями со всеми переговорили, они оперативно выходят, выбирают транспорт. Входные группы в подъезде сделаны почти все на 100%, не освоен только один дом. Сейчас в процессе происходят также подготовленные площадки под разрезные карманы. Все работы выполняют при благоприятных погодных условиях. Благоустройство 42 объектов проходит в рамках реализации трехлетней программы по обновлению дворов. Старт ее реализации губернатор Андрей Бочаров дал в начале июля этого года. На эти цели муниципалитет получил миллиард рублей. Обновление еще двух дворов реализуется в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. 988 год. Год, когда киевский князь Владимир раз и навсегда изменил духовную жизнь русского народа. После военных походов в начале своего правления он принимает решение жениться. Молодой князь просит руки византийской царевны Анны. Взамен военной помощи императорам видим войско варягов. Константинополь выдвигает единственное условие – принять христианскую веру. Основ веры он не знал. Он именно опирался на внешние какие-то факторы. Но впоследствии так получилось, что это пришло к нам. Есть маленькие церквушки, есть большие соборы. Для меня самое главное в вере и то, что она присутствует в наших сердцах, и то, что мы несем ее дальше своим потомкам. Царицын с самого своего возникновения также являлся городом православным. Одно из первых мы можем назвать Иоанна Притеченскую церковь, которая фигурирует уже в документах середины 17 века, как церковь Притеченского монастыря. А в начале 18 века, в 1704 году, она была перестроена в камни, став таким образом не только первой каменной церковью в Царицыне, но и вообще первым каменным зданием в городе. В этот день по всей стране по традиции в храмах и церквях проходят праздничные службы и колокольные перезвоны. Миллионы верующих молятся о духовном единстве. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер ночью западный до 9 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23, днем до плюс 33. Днем при грозе порывы до 14 метров в секунду.